Покидая магазин Дэнзи на Красной Пресне в Москве, я прихватил с собой несколько картриджей для Супер Нинтендо, о которых хочу вам сейчас рассказать. И начну вот с этого. Опять же на мой взгляд, опять же на мой вкус, но мне кажется, что игра Мега Мэн Икс лучшая пока из всего, что я видел для приставки Супер Нинтендо. Великолепная графика, потрясающая музыка, но этим уже вас не удивить. Вы все прекрасно знаете, что когда видите на картридже вот такой значок, цветные овальные такие штучки и вот эта вот золотая печать качества Супер Нинтендо, значит внутри всегда завораживающая, очень интересная игра. Открываем его и вставляем картридж в приставку. Видите, как аккуратненько, тут все и инструкция есть, и книжка с описанием, и какие-то еще тут гарантийные талоны, какая-то информация. Ну, вам, наверное, все это не пригодится, а вот то, что лежит в самой коробке, конечно, заслуживает внимания. Новый свежепахнущий картридж. Я вставляю приставку Супер Нинтендо и нажимаю кнопку Power. Все остальное мы будем делать с вами вместе. Я уже, наверное, всем надоелся своими рассказами о том, что давным-давно у меня была восьмибитная Нинтендо. Но ничего, послушайте еще, деться вам все равно некуда. Так вот, и тогда уже Мегамэн жил и, простите за выражение, работал на ниве космического благородства. Только не было у него гордого прозвища Икс. Так же целестремленно рвался он к победе, так же безжалостно сокрушал врагов. Но тогда я не знал, что 16-битный Мегамэн совсем другое дело. И тот давешний, просто пацан, мальчик, крошечка-хаврошечка. Да, по сравнению с героем 94-го года. Сколько напора здесь, задора и коридора. Как зловещие фаны и пейзажи далекого будущего. А фасон костюма? Закачаешься. Музыкальную дорожку этой игры можно записывать на компакт-диск и продавать дискотекам. Когда я устаю тыкать кнопки, я просто выхожу в меню выбора, включаю саунд-тест, проверку звуков и заслушиваюсь руладами и аккордами. Великолепное творение фирмы.